Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня мы, безусловно, поговорим об итогах заседания американского регулятора. Но нужно заранее понимать, друзья, что, раз мы вчера подметили, что ожидается резкий всплеск волатильности и использовали такое выражение, как нужно пристегнуть ремни, я не советую их отстегивать, потому что, как выразились эксперты Bloomberg, сегодня эстафету монетарной решительности принимают уже другие регуляторы. Следом за Федрезерв сегодня итоги заседаний будут оглашены европейского регулятора и Банка Англии. Соответственно, мы за ними тоже будем следить, как и все трейдерское сообщество, но заранее должны осознавать, что такого рода события сохранят волатильность на финансовых рынках и станут причиной серьезных движений британской валюты и европейского валютного актива. Также сегодня состоится пресс-конференция. Лагард главы Европейского Центрального Банка, она, по сути, пройдет по горячим следам тех решений, которые будут приняты руководством ЕЦБ в рамках голосования по ключевой процентной ставке. И завтрашний день, это как бы десерт всей недели, тоже расслабляться будет нельзя, поскольку завтра выйдет основной блок макроэкономических данных по США, по рынку труда, всем известный отчет Non-Farm Perils, который также будет значим для площадок и спровоцирует мощное движение по курсу американского доллара. Давайте начнем с американской валюты. Индекс доллара сейчас 100.70. К сожалению, американская валюта продолжает валить. Причем, если разбирать итоги вчерашнего заседания американского регулятора, все прошло без каких-либо сюрпризов, без неожиданностей. Не знаю, хорошо это или плохо. Учитывая, что я давно сохранял в своем портфеле и продолжаю делать длинную позицию по индексу доллара, я, конечно же, расстроился, потому что американскую валюту не смогли хотя бы под закрытие вчерашней торговой сессии вытащить на новые локальные максимумы. Но нужно ждать, друзья, если вы, так же, как и я, верите в то, что индекс американской валюты, прежде чем окончательно уже пробьет поддержку 100 пунктов, покажет до этого момента еще локальное восходящее ралли, в свете предстоящих и все еще ожидаемых решений от Федрезерва по росту ключевой процентной ставки уже даже не только в марте, но и потенциально и в мае. У этого инструмента есть еще потенциал для восходящего движения. Я думаю, что в каждом инвестор-портфеле есть подобная сделка, которая основана на какой-то фундаментальной идее. И поскольку вы их радеете за эту идею, не хочется отказываться рубить с плеча и ставить крест на каком-то представлении конкретного фундаментального исхода, который должен произойти на финансовых рынках. Для меня это индекс доллара. Я теперь после прошедшего февральского заседания буду ждать с нетерпением мартовское заседание. И, как было отмечено в комментариях представителей Европейского Центрального Банка, да и, в принципе, рынок уже сам додумал. Действительно, есть высокая вероятность того, что американский регулятор в марте не завершит цикл повышения процентной ставки, а продлит эту тенденцию еще и на следующее заседание, которое состоится в мае. По поводу итогов. Ну, без сюрпризов, как я уже отметил, ставку подняли на 25 байсных пунктов. Да, это снижение темпов повышения ставки, если сравнивать с теми решениями, которые принимались ранее. Сейчас ставка 4,75%. При этом, если анализировать сопровительные заявления, в них четко было сказано, то, что инфляция остается все еще очень высокой и уместно дальнейшее повышение процентной ставки, уместно дальнейшее сохранение жесткой монетарной политики. И довольно странно было видеть, что индекс доллара развил еще больше снижения на пресс-конференции Паула, который ясно дал понять, что высокая ставка, которая, знака равно является ограничительной ставкой, будет актуальной для американской экономики в течение длительного периода времени. Я думаю, что это очевидный посыл того, что ФРС в 2023 году даже не обсудит возможность смягчения монетарной политики. Но, ладно, я не буду судить тех, кто все-таки затащил индекс доллара так низко. Я, опять же, рассчитываю на то, что в ближайшее время последует разворот, откат. Но пока этого не произошло, у нас куча других инвест-идей, за которыми мы следили. И здесь, конечно же, нужно уже признавать те отличные результаты, которые нам удалось показать. Друзья, я сегодня поздравляю тех, кто присоединился по золоту, опять же, к моим рекомендациям, по европейской валите, по паре доллар-канадец, по паре доллар-иена. Все эти инструменты отрабатывают себя прям на 100%. И рассчитываю, что вы смогли на них неплохо заработать. Но, кстати говоря, чуть-чуть, если вернуться к доллару, настроение испортили два отчета вчера. Это по американскому бронгу труда ADP и ISM производственного сектора, которые оказались хуже прогнозов. Ждем теперь пятничные Non-Farm Pell. Посмотрим, смогут ли они хотя бы немного изменить настроение по доллару. Золото 1953 доллара за тройскую унцию. Наша цель достигнута. Друзья, это самая настоящая победа. Соответственно, не сторонник того, что нужно жадничать и ждать еще больших, более лучших результатов. Я, как комментировал вчера, после достижения уровня 1950 принял решение сделку закрыть. Но если вы еще в длинных позициях, я, знаете, вас поддерживаю. Потому что все сейчас в пользу того, чтобы золото росло дальше. Мои коллеги ведут цели 1970-1980, потому что индекс настроений этому способствует. Толпа тотально сидит в продажах, и рынок идет против толпы. И этому также способствует снижение доходности американских облигаций, собственно, как и доллара. Европейская валюта против доллара. 1,10,19. Здесь тоже наша цель выполнена. И мои очередные поздравления. Но сегодня заседание Европейского центрального банка. В свете того, что ФРС повысил ставку на 25 байсных пунктов от ЕЦБ, ожидая более активных действий, повышение ставки на 50 байсных пунктов, и может быть даже запуск программы количественного ужесточения. Это может оказать дополнительную поддержку европейской валюте. И несмотря на то, что, в принципе, логично и по евро-доллару сейчас поставить точку, признать победу и оставить рынок в стране. Я предлагаю рискнуть, друзья. Если вы тоже согласны с такой идеей, и попробовать поддержать европейскую валюту против доллара сегодня с целями уже 1,11. И там уже, может быть, завтра мы, конечно же, обсудим ситуацию с европейской валютой. Вот там уже нужно будет принимать решение. Либо отказываться от дальнейшего трейда, либо, смотря по ситуации, сохранять длинную позицию. Но я думаю, что первый сценарий будет более вероятным. И евро-доллар я сохраняю сейчас только потому, что у нас впереди такое значимое фундаментальное событие, как заседание Европейского центрального банка. И это заседание позволит нам говорить о контрасте монетарных политик. Фундаментальная идея здоровская для того, чтобы торговать сейчас через длинные позиции по евро. И вам не рекомендую ее игнорировать. Доллар евро на 128.50. Ждем 125. Все меньше пунктов до супер-долгосрочной цели. И я думаю, что мы ее сделаем. Доллар канадец 1.3280. Вчерашний расчет на то, что индекс PMI производственного сектора сможет помочь канадскому доллару, оказался оправданным, потому что отчет вышел хороший. Рост делал активности в производственном секторе с 49,2 до 51. И на этом фоне канадский доллар, конечно же, набрал дополнительную силу. Но цель пока не достигнута. 1.32. Я думаю, что при таких темпах, как продолжается снижение в последние две торговые сессии, цель 1.32 будет достигнута к концу этой недели. И рынок нефти 83.53 доллара за баррель. Сейчас ОПЕК оставили квоты на прежних уровнях. По идее, позитивный фактор для котировок нефти. Индексы PMI, деловой активности в производстве, в сфере услуг, выросли впервые за последние четыре месяца и превысили уровень 50, который отделяет зону стагнации от восстановления. Это лучшее значение за последние несколько лет. Мы понимаем, что это все следствие смягчения антиковидной политики, отказ от подхода нулевой терпимости к ковиду, открытия границ, который совпал с опразднованием китайского Нового года, что позволило потребительской активности проявить себя во всей красе. Я думаю, что Китай останется драйвером для рынка нефти. И доллар, который просел, разумеется, поддержал позиции рисковых инструментов, тоже позитивный фактор для котировок нефти. Единственный негативный момент – это запасы нефти, которые выросли в США, существенно выше прогноза, плюс 4,1 миллиона, прогноз был 0,34. Но думаю, что краткосрочный эффект очень быстро сойдет для рынка нефти, и в итоге Brent и WTI также вернутся к траектории восходящего движения. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»